Беспрецедентное событие случилось сегодняшко в женской колонии под Петербургом. Здесь открылся компьютерный класс для заключенных. В ближайших планах администрации тюрьмы создание собственного сайта в сети интернет. Это будет первый тюремный сайт. Я думала, мне здесь только придется познакомиться со швейной машинкой, не больше. Ну а тут, как видите, ну вообще... Я даже, конечно, не зашла в этот класс, я просто обалдела. Компьютеры достаточно современные. Если кто разбирается, вторые пентиумы. Закуплены они на деньги одного благотворительного фонда. Но этому предшествовало пятилетнее разрушение стереотипов нашей системы исполнения наказаний. Когда четыре года назад я произносила, что можно обучать женщин, мне говорили... Мне даже вообще не отвечали, просто делали круглые глаза. То есть я видела, что человек не слышит, не понимает, не чувствует этой идеи. Сегодняшка идея понятна всем. Женщины-заключенные освоят современную технику, а значит, после освобождения не почувствуют себя отставшими от поезда. Компьютеры – это свобода, тем более, где все это ограничено. Это очень большая свобода. Эти слова уже относятся к интернету. Со всеми его вольными радостями – электронной почтой, службами знакомств и так далее. Но, увы, несмотря на техническую возможность выходить в сеть, заключенным сегодняшка не разрешили. Сейчас на первом блоке, когда они только изучают машину, только знакомятся с программами, с режимами работы, вырабатывают первичные навыки, вопрос об интернете мы немножечко отодвинем на конец учебного года. Сейчас в Управлении исполнения наказаний Петербурга и его области решается очень интересный вопрос. Распространяется ли лишение свободы на виртуальный мир? Может ли осужденный выйти из клетки по всемирной паутине? По интернету можно не только принимать информацию, но и посылать. А вот как посылать? Что можно посылать? По каким адресам? Кто за этим будет отслеживать? Преподаватели рассчитывают, что вопрос утрясется за полгода и уже разрабатывают проект первого в России тюремного сайта. Женщины могут ведь и отдать из этого сайта, так ведь? Не только негатив, но и себя определенным образом представить. Есть такая идея, вот она у меня уже отложена там на полочках. Забавно, что вместе с заключенными персональные ЭВМ будут изучать многие сотрудники исправительного учреждения. Россия еще очень некомпьютерная страна, тем ценнее сегодняшнее событие. Корреспондент Сергей Сергеевич Хилгазин, оператор Сергей Вольнов, «Сегоднячка Питер» прямо из исправительной женской колонии поселка Саблино, где открылся уникальный в своем роде компьютерный класс.